Ну что, и к следующей новости набирает обороты очередной скандал, связанный с продажей земель. Министерство обороны продало землю, которая прилегает к усадьбе Архангельска. Существует мнение, что земля была продана по ценам, которые вообще не соответствуют рыночным. Скандал набирает обороты, к нему уже подключилась прокуратура. Сегодня министр культуры написал письмо в прокуратуру с просьбой разобраться во всей этой ситуации. Ну а мы, чтобы в этой ситуации разобраться, как-то попытаться разобраться, пригласили сегодня гостя. Да, и в гостях у нас сегодня Евгений Соседов, заместитель председателя Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Человек, который знает про эту историю все и про культуру. История и культура. И про прилегающую территорию. Здравствуйте. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Евгений, ничего мы не напутали? Да нет, не напутали. Министерство обороны. Это была ее земля, принадлежащая министерству обороны. Но которая должна была быть передана еще много лет назад в музей-усадьбе Архангельска. В смысле должна была? Ну потому что по закону, по постановлению правительства, которое было выпущено еще в 1996 году, все земли в пределах охранных зон должны были быть переданы в пользование музею-усадьбе. Но вместо этого за прошедшие 15 лет эти земли постепенно распродавались, передавались в собственность, в аренду. А, то есть это не первый случай? Да, это не первый случай. Это такая уже длящаяся коррупционная, бесконечная коррупционная история. Подожди, соответственно, если эти земли уже, во-первых, что такое охранная зона музея-усадьбе? Может быть, надо мне постепенно... Я просто фотографирую Архангельскому для того, вот эта земля еще будет принадлежать Архангельскому? Принадлежит еще Архангельскому? Вот, на-на-на-на. Это земля, да, конечно. Это территория музея, центральная парадная часть, которая, да, вот, допустим, те панорамы знаменитые, которые мы видим за Москварикой, они уже проданы или переданы в аренду. Ну, надо просто объяснить, да, что Архангельское ценно именно вот этим своим ландшафтным окружением, парками, которые разбиты вокруг усадьбы, ценно это знаменитый Версальской панорамой. И, конечно, если мы потеряем вот эту прилегающую к ней территорию, но мы уже ее теряем, это уже будет совсем не та усадьба. Просто, ну, да, насколько я понимаю, когда строилась усадьба, как раз она выбиралась в хорошем, красивом месте, красивым пейзажем, и это является неотъемлемой частью. Вот теперь, собственно, да, есть схема Булин. Да, вы можете прямо пройтись, вот такая импровизированная указка. Какие земли принадлежат усадьбе, где охранная зона, что это такое, конечно. Ну, вот следующий кадр, наверное, надо сделать, это общая схема. Следующий кадр? Ну, не кадр, это презентация про листа. Секунду. Нет, ее откройте презентацию и проясните мышкой. Так. А у нас есть мышка? Ну, файл, PDF, следующий. Вот, все, нашел. Вот, страница 10. Так, поехали дальше, вот, появились границы. Да, красная граница, это вот утвержденная территория памятника, то есть это непосредственно... Ее не трогают? ...сам ансамбль усадьбы Архангельска. Вот ее как раз сейчас и трогают, а синяя – это граница охраны зоны. Дальше мы увидим, да, какие уже части переданы в аренду. Так. Желтая – это территория, которая в настоящий момент закреплена за музеем-усадьбой, то есть это менее одной десятой части от всего архитектурного парка в ансамбле. Так. Должна быть закреплена территория в синей границе. Синей границы. Так, а ну-ка, олесни, там дальше, значит, есть зона, которая сдается в аренду. То, что мы видим оранжевым, это те территории, которые на протяжении последних нескольких лет были незаконно либо приватизированы, либо переданы в аренду. А незаконно – это по вашему мнению или уже... Нет, это по мнению судов. У нас уже более 12 судов прошло. Большинство из них признали договоры аренды незаконными на данных участках, но, надо сказать, просто суды не поспевают за темпами передачи этих земель в аренду. То есть пока один договор признали неизвестным, уже появилось несколько новых. Либо местная администрация, либо какие-то другие органы уже передали в аренду участки. А это что-то черное было? Черное показано – это те территории, которые уже застроены. То есть они фактически утрачены. Ну, в основном это коттеджная застройка, либо это какие-то коммуникации, высоковольтные электропередач, какие-то трансформаторные подстанции для тех же коттеджных поселков прилегающих. Похоже на блокаду Архангельского. Да, очень похоже на блокаду, да, и потом мы увидим кадр с участком. И фактически вот это оставался последний участок в охранной зоне, который крупный участок, который еще не передан в аренду. И вот вчера состоялся аукцион Министерства обороны, несмотря на протесты прокуратуры, Министерства культуры, общественности. Несмотря на то, что этот вопрос стоит на контроле в администрации президента. То есть, как бы, эта блокада закольцевалась действительно. И тот участок, на котором единственный музей еще мог разместить какие-то объекты, как парковки, обслуживающую инфраструктуру, он тоже теперь теряется для музея. Мы боимся, что здесь появится просто какой-то крупный торговый комплекс. Нет, а у меня есть такой вопрос. Вот вы говорите, что эти участки уже не раз перепродавались. Значит, они уже не должны принадлежать Министерству обороны. Как они до сих пор у Министерства обороны? Министерство обороны в 2005 году оформило три участка в охранной зоне. Часть этих земель уже утрачена, потому что по попустительству Министерства обороны они были приватизированы каким-то образом. То есть, вот эта вся история, это уже не Министерство обороны. Министерство обороны, вот здесь небольшой кусочек, сейчас мы о нем видео собрали. Небольшой кусочек, а несколько десятков. А решение судов есть? Нет, есть решение, насколько я понимаю ситуацию? Есть решение судов, причем как... Решение судов выносится по конкретному земельному участку. То есть, ни одного ситуации и вообще дело стоит на контроле у президента. Сейчас к этому делу подключился министр культуры и пытается в очередной раз подключить прокуратуру. То есть, по-хорошему, ну так, если бы только логически размышлять, в принципе, дело решено и все это должно быть как-то возвращено. К сожалению, не решено, потому что вот мы видим, что несмотря на то, что все подключились, аукцион был проведен и те, кто его провели, почему-то у них есть уверенность в том, что они правы. И суд уже в музею саду подал иск на прошлой неделе и попросил суд принять обеспечительные меры, чтобы запретить проведение аукциона на время рассмотрения иска. И суд, сначала объявив о своем положительном решении, через некоторое время принял определение. Ну, то есть, была дана информация, что будет удовлетворено это ходатайство. Информация получена была от помощника судьи. Вот спустя несколько дней было вынесено отказное определение, то есть аукцион состоялся. Так, суд назад отыграл? Нет, но он не отыграл. Мы, конечно, решение суда еще не видели. Но была получена информация в пятницу, что вынесено определение о принятии обеспечительных мер. В понедельник приехали представители музея и прокуратуры за этим определением. Но во вторник утром, в понедельник это определение не выдали, а во вторник утром оказалось, что определение отказное. Но как вы думаете, отдадут обратно эти земли? То есть сейчас, когда все подключились, что это будет? Если я так понимаю, что... Ну, просто так, естественно, никто ничего не отдаст. Я думаю, что сейчас те, кто его приобрели, будут стараться как можно быстрее его продать. Или перепродать, разделить, чтобы уже был добросовестный приобретатель. Вот поэтому сейчас только, конечно, зависит от правоохранительных органов, от прокуратуры, от той же... Ну, это все нет, но... Насколько быстро они подадут тоже в суд. Очень просто. Нет, то есть ориентируясь на подобные какие-то дела, конфликты такие, архнадзора с застройщиками, возникают регулярно. Вот имея в виду вот все вот эти, вот историю всех этих конфликтов, есть реальный шанс, что эти земли архангельские обратно получатся? Или он минимальный? Ну, шанс есть, потому что, я говорю, у нас уже более 10 выигранных судов по конкретным участкам в охранной зоне. Конечно, этих 10 недостаточно, нужно еще 20 или больше. Вот, но, во всяком случае, уже даже сложилась положительная практика. Ну, вот, к сожалению, последние три решения областного суда за участки вокруг театра Гонзага, это пейзажный парк усадьбы, Аполлоново роща, Горятинская, ну, известный парк во всем мире. Вот эти иски были отклонены арбитражным судом Московской области, и сейчас рассматриваются апелляции. Причем те же самые судьи, которые уже до этого выносили в пользу усадьбы какие-то решения, они вдруг начинают выносить другие решения. Мы поняли, спасибо большое. Да, потому что лично я хочу наблюдать действительно какие-то красивые пейзажи, а не какой-нибудь крупный торговый центр или... Ну, там торговый центр вряд ли, вряд ли, наверное, будет коттедж, да? Нет, на этом участке планируется именно какой-то... Вот, вот, чтобы не вписывался, поэтому я... Идею подходит, она уже разработана. Искренне, да, присоединяюсь, вот, не по желаниям, а потому, чтобы вы набрали критическую массу судов, как бы, и все-таки эта территория вернулась.